Ну и к другим темам. Написать так, чтобы тебя заметили. У алтайских драматургов появилась возможность стать известными на всю страну. Их пьесы могут поставить столичные режиссеры. Главное выиграть новый региональный конкурс «Авторская сцена Алтая». Как и для чего он появился в культурной жизни города, расскажет Анастасия Романова. Шекспир, Мольер, Чехов и Булгаков. Можно бесконечно долго продолжать список драматургов, спектакли по произведениям которых есть в репертуаре практически каждого театра. По словам арткритиков, режиссеры предпочитают ставить популярную классику. Местные авторы зачастую остаются неизвестными. Пишут в основном для себя, в стол. Но наконец у них появилась возможность найти своего режиссера. Хотелось бы, чтобы наши драматурги, а их в общем довольно приличное количество по Алтайскому краю, я это могу совершенно говорить авторитетно, потому что на адрес театра, на мой служебный адрес почтовый приходит очень много пьес. Конечно, хотелось бы знать, кто эти авторы, познакомить более широко с их творчеством. Именно для этого в Барнауле появился конкурс «Авторская сцена Алтая». Впервые его провели 12 лет назад по инициативе Ирины Свободной, в то время заведующей литературной частью театра драмы. В 2004-м из 50 участников лауреатом стал Александр Строганов, доктор медицинских наук, художник и писатель. Тогда на сцене театра драмы он поставил три свои пьесы. Сегодня его знают буквально во всем мире. Я знаю очень много сильнейших авторов в любой сфере культуры, которые всю свою жизнь прожили, проживут и будут еще долгие годы находиться в полной безвестности. А они, представители, будем говорить, это высшая элита. Через 300 лет это все станет достоянием человечества. Как было с Сервантасом. Конкурс «Алтайской драматургии» приурочили к Всероссийскому молодежному театральному фестивалю имени Валерия Золотухина. Он пройдет в Барнауле в сентябре. Масштабный конкурс в этом году возглавляет народный артист России Игорь Костолевский. Победители авторской сцены «Алтая» смогут показать свои произведения приехавшим на фестиваль режиссерам. Хочется, чтобы местные драматургии имели стимул к развитию какого-то. Выйти в большие конкурсы или на большую, скажем так, сценические площадки, большие, очень непросто. Плюс у нас есть литераторы, которые занимаются, скажем, другим видом творчества. Там пишут повести, романы или стихи. А почему они не взяты за драматургию? Прием заявок на конкурс будет идти до 10 марта. Жюри, в котором известны алтайские культурные деятели, режиссеры, писатели и критики, вычитают тексты, не зная фамилии авторов, и отберут 10 лучших работ. Имена победителя и двух лауреатов назовут в сентябре. Работа победителя будет рекомендована нашим профессиональным театром для возможной постановки на профессиональной сцене. Это очень индивидуально и специфично. Какой материал какому режиссеру и какому театру будет подходить по формату, покажется интересным, будет ли он достаточно ярким и талантливым, будет ли он узкокамерным или ориентирован в перспективе на широкую аудиторию зрительскую. Если хотите, чтобы вас заметили, присылайте рукопись в конверте на почтовый адрес алтайской драмы или оставляйте письмо с пьесой на вахте театра. Анастасия Романова, Алексей Шаульский. Новости.